Ну что ж, раз, два, раз, два, три. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казаку Фэмили, и мы продолжаем проходить 97 новеллы детективную, так что присаживайтесь поудобнее, ставьте чайчик и пьючик, не забывайте про репосты про колокольчик, приглашать друзей, а мы, в принципе, немножко продолжим эту новеллу, всем приятного просмотра, полный вперёд, погнали! Вот мы на этом моменте в прошлый раз остановились, а вот невдомонная задница, а лата, мне нужна школа. А вот и звонок, ты идёшь? Меня там никто не помнит, униформа пропала, Алиса сказала лучше не ходить. Тогда ты знаешь, чем заняться, пока мы там? Нет, чем мне нужно заняться? Ой, блин, ну сходи, просуши рюкзак у палаток, что ли, и постарайся лишний раз не попадаться на глаза военному. Да и вообще никому. Приходи к школе к окончанию уроков, поняла? Конечно, Антон, как скажешь. С ним. Ты всегда такая покладистая. Так меня воспитал отец. В детстве я... Ага, потом расскажешь, я побежал. Псс, Антон! Ты где ходил? Звонок уже был. В общем, я поговорила с Лжесергеем. Выглядит нормально. Да и по общению не скажешь, что это не наш Серёжа. В общем, я наврала ему, что ты на него в обиде и подуешься пару дней, а потом сам придёшь милиться. Так что он не должен к тебе приставать. Алиса, Антон, вы знаете, что урок уже начался? Мне что, вас вызвать обоих в учительскую после занятий? Простите, Татьяна Михайловна, мы сейчас же сядем на места. А что это вы сами? Ай! Заткнись и сядь на место, Алиса. Хорошо, хорошо. Лжесерёга несколько раз на меня подозрительно оборачивался. Не по себе от его взгляда. Чёрт, не знаю даже. Никто его тело не видел, только я. Что если он и правда настоящий? Может быть, я просто был не в себе, вот и показалось что-то не то? Или он и вправду разыграл нас всех? Но почему он вызывает у меня прям таки инстинктивный страх? Даже находиться с ним в одном классе с толпой людей очень неуютно. Ладно, надо сконцентрироваться на учёбе, не думать о нём. В общем, я не знаю. А ты ничего не заметила странного? Я? Да нет. Вроде обычная Серёга. О, смотри, Антон вообще пялится в стену и нас не слушает. Алё, гараж, куда уставился? А? Что тебе? Чего хочешь? Говорю, дурень ты. А всё это тебе показалось. Всё в порядке с твоим Серёгой. Никто не понимает, чего ты так шарахаешься от него. Мы всё тебе рассказали с Алисой. Да вот я очень сомневаюсь, что это правда. Заврался ты просто умник. Твою налево. Ну и чего я с этого вранья получить-то могу? Зачем мне врать о таком? Даш, слушай, ты не права. Ничего не сходится. Да и сам Серёга странно себя ведёт. Ещё память ему якобы отшибла. Это вообще как? Может, он ударился головой, и у него теперь амнезия? Такая фигня бывает только в кино. Нет, но я вижу, конечно, что сам Антон верит в то, что говорит. Но вот реальность его словам не соответствует. Окей, давай так. Когда мы найдём улики, доказательства, что Серёгу действительно убили, ты мне вернёшь моего тамагочи. Хо-хо. Ишь, как заговорил. А давай. Забились. Только ты ничего не найдёшь, я уверена. У нас сегодня с Алисой есть план на вечер. Так что приноси тамагочи завтра в школу. Тебе точно придётся с ним расстаться. План? Ну ладно. Посмотрим, что у тебя там за план, гений. А я думала, Дашу пригласить сегодня с нами. Нет, исключено. Она теперь заинтересована в том, чтобы мы ничего не нашли. Вот, смотри. Ты даже сам стал относиться ко всему этому, как к какой-то игре. Ой, заткнись уже. Вернулась бы в свою бурятию. Нет хорошего ответа, да? Ладно вам, успокойтесь оба. А то цапаетесь, как малолетки. Я в туалет. Ах, как же сильно выматывает школа. Хотел бы я её просто прогулять, пока вся эта история не прояснится. А. Но нет, директор родителям позвонит. А мне нельзя, чтобы моё расследование ограничивали. А то я с ума сойду от пошатнувшейся реальности. Сейчас лишь желание докопаться до сути как-то меня поддерживает. Твою ж... О чём ты разговаривал с Дашей и Алисей, Антон? Чёрт, как он подкрался ко мне! Молчишь, значит? Понятно. А о чём это ты вчера разговаривал с моей мамой? Куда вы ходили вчера вечером? Откуда он знает? Он что, следит за мной? Не хочешь отвечать мне, да, Антон? И что ещё за ерунда про мою смерть, а, Антон? Что всё это значит? Что за хрень? Молчишь? Нёчего тебе ответить! Пошёл ты нафиг, урод! Ты чего такой бледный, а, Антон? Привидение увидел в толчке? Серьёзно? Туалетный призрак? Хорошая идея, Алиса. Это призрак бедной девочки, которая совершила самоубийство. Даша, что за бред? Антон же был в мужском туалете. Откуда там девочка? Заткнитесь, дайте просто посидеть спокойно, потом поговорим. Антон, что случилось? Да отвалите! Хорошо, хорошо, полегче, грубиян. Пойдём, Алиса. Ладно. Ну вот и что мне делать? Надо будет смотреть по сторонам. Если этот за мной наблюдает, то явно что-то замыслил. Нельзя оставаться одному. Вдруг, блин, это пришельцы хреновы. Подменили Серёгу, а теперь я и их следующая цель. Как в том фильме. Я уже готов поверить и в такую ерунду. Ладно, я очень надеюсь, что сегодня получу хоть какие-то ответы, когда найдём этого военного. Ага. Военного, значит. Я думал, эти чёртовы уроки никогда не закончатся. А чё случилось-то? Серёга подошёл ко мне. Он следит за нами. Чёрт. Звучит подозрительно. С другой стороны, на его месте я бы тоже следила за нами. Тупые злости и обиды. Или из злого умысла. Мне всегда казалось, что Серёжа скорее скромный и нерешительный. Ну и злопамятный тоже. Особо в мелочах. Я не уверен, что это существо Серёга. Давайте поскорее отсюда уйдём, хорошо? Хочу оказаться подальше. Он тебя правда так пугает? А что, незаметно, блин? Окей, окей. Успокойся только. Нам нужно попасть на старую свалку, что на окраине городка. Ты про неё знаешь? Меня туда водил Антон. Когда это вы успели? Алиса, я там с ней не бывал. Вообще, последний раз я был на той свалке лет пять назад, когда мы полезли с Серёгой на водонасосную вышку, и под нами провалилась железная лестница. Больше я туда не ходил ни разу. Хорошо, я тебе верю. Хоть в мечтах Насте ты туда и ходил. Это не в мечтах. Что я там делал, в чьих мечтах не моё дело? Всё, пошли отсюда. Ага, свалка. Вот она, старая свалка. Так и гниёт советское барахло. Говорят, раньше сюда приходили пионеры, собирали металлолом и сдавали его на переработку. Но сейчас это просто растущие горы мусора. Надеюсь, однажды управа Кузнецка разберётся с этим уродливым местом. Слушай, Антон, смотри, а что это за вагончик такой? И вправду. Не помню, чтобы он тут раньше стоял. Настя, а ты про него знаешь что-то? Знаю. Ну так рассказывай давай, а то встала по нём. Но я не пень. Я тебя стукну, если ты не начнёшь рассказывать. Не нужно меня бить. Хорошо, в этом вагончике живёт сторож свалки. Пожилой мужчина с ружьём. Пахом, что ли? Ага, я. А вы что тут забыли, молокососы? Свалка сейчас в запретной территории, и никого я тут не жду. Дед Пахом, но нам нужно... Ничего не знаю, что вам тут нужно. Проваливайте-ка по добру, по здорову, пока я вас солью не угостил. Дед, да ты совсем оборзел? Я на тебя отца натравлю. Ох, сель. Я тебя-то ломала. Отец твой особливо говорил мне пущать. Так и репельмцы будешь. Так солью тебя? Нет, блин. Стреляю на счёт три. Бежим! Три! Убежали. Блин, старый хрыч. Пока он там, мы нормальную свалку не обыщем. Придётся подождать темноты. Может быть, он залезет в свой вагончик и там подохнет, а? Кто бы мог подумать, что он там? Я могла. А почему ты не сказала? Вы не спрашивали. Вот какой ты невозможный человек, а? А ещё, Антон, раз уж нам идти туда затемно, то могли бы и вчера сходить. Если бы ты не капризничал, что темно. Но про Пахома-то я откуда знал? Неоткуда. Я знаю. Просто рассердилась. Раз уж мы здесь, давайте ещё раз осмотрим вещи. Может, хоть поймём, что тут за люди жили? Угу. Я всё высушила, как ты и сказал. Молодец. Послушная девочка. Эта девочка на год старше тебя, между прочим. Я знаю. Вот привыкнуть не могу. Ха! Губу-то раскатал. Что? Ничего. Давай вещи смотреть. Мы провели полчаса у палатки, ковыряясь в вещах неизвестных. И в целом ничего интересного, кроме одного рабочего фонарика и блокнота МГУ, мы не нашли. Перекусили сухпайками из рюкзака и решили посидеть здесь до темноты. Алиса прикарманила фонарик, сказав, что он нам понадобится на свалке. Я не возражал. Время текло очень медленно. Антон, мне скучно. Сделай что-нибудь. Ну, перетряхни еще раз вещи, что ты от меня-то хочешь. Я же не клоун какой, чтобы всех развлекать. Ну вот. Ладно, тогда Настя. Что, Алиса? Расскажи что-нибудь. Что бы ты хотела услышать? Да что угодно. Ну, например, про свое детство расскажи. Про детство? Неожиданный вопрос. Ты уверена? Да. Может, хотя бы пойму, почему ты такая... Странная. Хорошо. Детство. Я родом из Центральной России. И мою семью сложно было бы назвать нормальной. Весь образ жизни моей семьи задавал отец. Строгий, властный. Что, впрочем, и соответствовало его статусу. Он был губернатором. Ого, ничего себе. Да ты у нас дочка богатеньких родителей. Подожди, не перебивай ее, Антон. Интересно, жуть. Мой папа с молодости был умен, холоден и расчетлив. Когда ему исполнилось лет 25, он уже начал свою карьеру в политике. И решил жениться. Он хотел найти такую жену, которую бы смог подстроить под себя. Ну и принялся на выходных ездить по деревням области. Прогуливался там по магазинам и клубам. Присматривался к местным. Однажды он встретил мою маму. С чем ее подходящей женой. Она была молода, всего 17. И, разумеется, как и многие, мечтала вырваться из этой деревни. А потому легко согласилась на его предложение. Понимаю, почему ты назвала свою семью необычной. Странной. Мама сама по себе очень скромная. И она быстро привыкла выполнять требования отца. Ей нужно было вести домашнее хозяйство, родить и воспитывать ребенка, присутствовать вместе с отцом на приемах и мероприятиях. И всегда быть красивой и женственной. Да, я бы так жить не хотела. Как птица в золотой клетке. Маме поначалу было тяжело, но она привыкла. К тому же папа нанимал самых дорогих стилистов, учителей, этикеты и хореографии. И за пару лет мама превратилась в леди, всецело подчиняющаяся воле супруга. Тогда же родилась я. Наконец-то! Давай подробности. Не то, чтобы я могу много рассказать. В детстве не было забот и проблем. Отец требовал стать маленькой копией мамы, красивой милой дочерью, которая бы иногда появлялась на публике. И у меня почти не было друзей. Отец не выпускал меня из особняка. Все обучение было на дому. Гулять можно было только в нашем поселке, вместе с охраной. Ничего себе! Как в кино! Такие люди в черных пиджаках и темных очках! Нет, Алиса, настоящая охрана выглядит как два ОМОНовца с автоматами. Ну, по крайней мере, у меня. Однажды мне все это зачертело, и я позвала отца. И высказала ему все, что думаю. И с этого момента начались большие проблемы. Отец запер меня в подвале на сутки. А когда я вышла, то услышала, как он поливает грязью мою маму. Из-за меня. И тогда я приняла решение. Больше я не буду спорить с отцом. Буду всегда спокойна. Буду контролировать эмоции. И больше никогда не доставлю проблем своей маме. Так вот, почему ты такая спокойная! Не хотела бы я играть с тобой в акулину! Подожди, как-то не вяжется все это с тем, что ты оказалась в Кузнецке. Ну, у всех в жизни случается какая-то трагедия. Моего папу взорвали в машине политические конкуренты. Ёлки за ногу! Настя, прими мои соболезнования. Спасибо. Я уже пережила эту трагедию. И тех людей уже посадили. Нам же с мамой старый друг отца СВСБ предложил переехать куда-нибудь подальше. У нас осталось достаточно денег, чтобы прожить еще с десяток лет, не думая о работе. Почему-то они предложили Кузнецк. Сказали, что городок странный, но тихий. Что тут нас точно никто не побеспокоит. Моя мама переживала эту трагедию куда сильнее меня. Она ведь правда любила моего отца, и его потеря очень сильно сказалась на ней. Первые полгода она почти ничего не делала, лишь смотрела в одну точку. Иногда даже не вставала с кровати, и я... Я ухаживала за ней день изо дня. Что такое, Настя? Я... Я правда очень переживаю за нее. Я надеюсь, что с мамой... Все в порядке. Я встречу ее рано или поздно. Все хорошо, Настя. Конечно, ты ее встретишь. Не переживай, все наладится. Простите. Все, я собралась. Вот так послушаешь о чужой жизни, и все твои проблемы кажутся какой-то ерундой. Да. Даша вот тоже говорила, что ее родители были какими-то важными шишками на ее родине. И что они попали в тюрьму, а она хочет их как-то спасти. В смысле? Наша Даша? Даша Батуева? С кем она тогда живет? Не с мамой? Нет, это не ее мама. Это ее тетя на самом деле. А настоящие родители у нее сидят в тюрьме. Ничего себе. Слушай, а не страшно, что ты разболтала ее секрет? Ой. Да. Даша просила никому не рассказывать. Ребята, можете пообещать, что никому не расскажете? Клянусь своим сердцем. Ишь, как вы запели в унисон. Кстати, Антон, у тебя в руке тот блокнот? Ну, который НГУ. Да, а какой еще? Тут второго такого нету. А можешь дать мне его посмотреть? Угу. Держи. Чем он тебя заинтересовал? Я вспомнила один трюк из книжки про великого детектива Хоумса. Если заштриховать пустую страницу карандашом, появится текст, записанный на странице поверх нее. Любопытно. Вот тут есть карандаш. Давай попробуем. Ого, получилось. Читай уже скорее. Мне не терпится узнать, что там такое написано. Итак, еще раз проверила все вещи, и теперь, кажется, я готова ко всему. Семен Андреевич и Игорь тоже все собрали. Я за ними проследила. Ох уж эти мужчины. Без моей помощи точно бы тут утонули. Ну, или с голодухи умерли. Надя, я все перепроверил. И уже обсудил все с майором. Они доставят оборудование вместе с лодкой на озеро к вечеру. Военные, конечно, помогать нашей экспедиции не очень хотели. Но хорошо, что у меня есть на кого надавить в Москве. Семен Андреевич, вы бы еще надавили на кого-нибудь, чтобы они нам все же разрешили контакты с горожанами. А то я, как профессор психологии, в этой экспедиции вообще не пригодилась. Только вот комаров кормите гораздо. Да ладно тебе, Надя. Зато проветрилась, воздухом подышала, природу красивую посмотрела. И если у нас сегодня все получится, мы вернемся с открытием, которое потрясет всю научную общественность мира. Если только его ФСБ не засекретит чертям собачьим. А для этого у меня есть хорошие контакты в Москве. Так, все, я собрался. Семен Андреевич, я, конечно, не ставлю ваш авторитет профессора про психологию под сомнение. Но почему все же мы собираемся нырять именно ночью? Может, все же лучше, когда светло? Игорь, поверь, не зря же я весь месяц зондировал это озеро. Я уверен, что самый благоприятный момент наступит именно сегодня ночью. Как скажете, Семен Андреевич. Как скажете. Я сейчас запишу на диктофон краткий дневник нашей экспедиции и готова идти. Надя, ну вот теперь нам придется вас ждать. Идите вперед, я вас догоню. Итак, дневник. У меня плохое предчувствие, а потому я оставлю свой диктофон вместе с вещами тут. На всякий случай, если я не вернусь и его кто-то найдет, то хотя бы поймет, где нас искать, и все наши исследования не пропадут зря. Так, где мой блокнот? Запись 25. Говорит Надежда Петрова, доктор психологических наук МГУ. Мы вместе с парапсихологом Семеном Соколовым и нейробиологом Игорем Красновым сегодня, 15 июля, отправляемся на дно озера Тьма, под которым зонд обнаружил каверну предположительно естественного происхождения. Для обеспечения экспедиции необходимым снаряжением был привлечен майор Громков, ответственный за охрану кордона вокруг Кузнецка. У меня плохое предчувствие насчет этого погружения, но, к сожалению, я не смогла переубедить Семена Андреевича, который хочет погружаться вместе с военными водолазами. Я надеюсь, что он знает, что делает, и с нашей экспедицией не случится того же, что случилось с солдатами во время пожара на химзаводе. По скриптум. Если я не вернусь, дочка, Анечка, прости меня, пожалуйста. Я тебя люблю. Даже не знаю, что и сказать. Какие-то военные вместе с учеными из МГУ решили нырнуть на дно нашего озера, и, судя по вещам, они так и не вернулись. Ах, как мне грустно от этой записки стало. Не вернется она к своей дочке больше. Как жаль, что я промочила диктофон. Мы могли бы узнать всю их историю, понять, что же они тут пытались найти. Тьму они и нашли, я полагаю. А-а-а, так вот откуда была та лодка, на которой я... О чем ты? Неважно, не бери в голову. Местные считают озеро дурным местом. Там никогда не рыбачат и на лодках не плавают. А мы нашли одну надувную лодку на озере. А я как-то и не задумался, откуда она взялась. Как думаешь, они все втроем утонули и покоятся на дне? Видимо, не знаю. Но я вот думаю, какой странный набор профессоров. Ни геологов, ни ученых по естественным наукам, а психолог, нейробиолог и какой-то парапсихолог. Это вообще кто? Парапсихология – наука о неизведанном. Но мне казалось, что профессора МГУ подобной темой не занимаются. Может быть, это какая-нибудь засекреченная область наук? Может. Но я о ней слышала лишь из передач по телевидению. Ну, дела. Если повезет, может, где-то еще найдем записки этой надежды. Может, хотя бы парочку. Было бы хорошо. Может, будут ответы. Пока появились только новые вопросы. Тоже верно. Но хоть время убили. Кстати, я думаю, Пахом уже успокоился и пьет водку у себя в вагончике. Так что нам пора выдвигаться. Хм. Надеюсь, что выпьет достаточно водки, чтобы не мешать. Идем. Мы можем зайти к Алисе домой на минутку? А то мне прохладно без моего платья. Хорошо. Сделаем небольшой крюк. Свалка ночью выглядит совсем неуютно. Как-то мне здесь не по себе. Но я не должен показывать свой страх, а то девчонки совсем распаникуются. А как говорил мой дед, нет ничего хуже паникующей бабы. Вот мы и на месте. Где будем искать тайник? Иногда я завидую твоему хладнокровию, Настя. Мне вот натурально жидковато сюда идти. Это я только внешне спокойная. Все хорошо, я с вами, не бойтесь. Ага. Вот получишь соли в задницу от Пахома, посмотрю на тебя. В вагончике темно, видимо он уже спит. Предлагаю разделиться и аккуратно поискать этот тайник. Ага. И около вагончика не шаримся. Не думаю, что убийца бы что-то прятал под боком Пахома. Разделиться? Ты совсем рехнулся? Да и фонарик у нас один. Давайте все же держаться вместе. Я поддерживаю Алису, Антон. Так безопаснее. Ладно, ладно, идем вместе. Но давайте шустро и не шуметь. Шаримся уже полчаса, но ничего похожего на тайник и близко нет. Алиса дергается от каждого шороха, а Настя держится молодцом. Хотя пару раз даже ее спокойствие дало трещину. Ребята, а на водокачку залезть можно как-то? Парни лазили один раз. Да, Антон, что думаешь? Там, конечно, лестница развалилась и кое-где можно знатно навернуться, но залезть вполне реально. Хм, а что если у него схрон в самом резервуаре? Там есть сервисная платформа внутри. Может там? Ну что, кто полезет? Ты и лезь, умник. Ну, я не такой уж и спортивный, и по канату особо хорошо не лазил. Я тоже не смогу. У меня тройка по физкультуре. Эээ, вы что, мне предлагаете? Я не хочу, мне стремно. Ну слушай, а кто еще? Дашу ты решил не приглашать. Она бы мигом туда забралась. Вон она какая спортивная. Лезь, давай, не выдумывай. Так, а кто это тут у нас? Так и знал, что рано или поздно вы доберетесь сюда. Ничего не проходит мимо Антона и Алисы в этом городке. Это же... ты! Это он! Это убийца Сереги! Ой, правда? Я... мне... Не трогай их! Ха, узнаю Антона. Все еще надежен в сложной ситуации. Я скучал по тебе. Что? Что ты несешь? Я не знаю, кто ты и откуда ты знаешь о нас! Все одновременно сложнее и проще, чем вы думаете. Но я точно вам друг. Друг? Как ты смеешь говорить такое после убийства Сереги? Я... да, я убил кого-то. Но это точно не Сергей. Потому что я Сергей Толмачев. Что? Какого дьявола? Вы тоже не понимаете, что происходит, верно? Не понимаю. Ты убил Серегу. А потом он пришел в школу, уверяя, что он тот самый Серега. Теперь ты говоришь, что ты тот же самый Серега. Какого? Многовато Сергеев для одного кузнецка. Я уже три насчитала. Что? Еще раз пришел в школу? Но как? Дьявол, подождите, его тело должно быть тут. О, господи. Твою мать. Видите? Он мертв. Его тело все еще лежит в этой бочке. Но он вернулся в школу. В этом городе творится какая-то чертовщина. Да этот город сам по себе огромная чертова чертовщина. Что уж там, то, что вы живы и я с вами сейчас разговариваю, даже это чертовщина. Антон, прости, что я сомневалась в твоих словах, но это безумие, это же, это же не бутафория. Настоящее тело. Я, пахнет оно уже не очень. Я думала, тут просто так воняет тухлятиной, но это меня сейчас тошнит. Закройте это. Давайте отойдем. Ты убьешь и нас? Нет, конечно. Я не причиню вам бреда. Я не верю тебе. Послушайте меня. Этого города, его не должно существовать. И вот я возвращаюсь из армии, хочу навестить родные края, а утыкаюсь в военный кордон. Что? Что ты несешь? Мы не понимаем. В 1997 году, летом, после экзамена, я уехал отсюда к родственникам. И в моем отсутствии с городом произошло страшное. Из-за технокатастрофы на химзаводе город накрыло облако ядовитого газа. Все жители погибли. Вы, моя мама, все наши одноклассники, Даша, все! Но сейчас же еще весна, май. Нет, сейчас уже июль во всей стране, только у вас тут май. Он прав, это точная информация. Что? Какого черта ты несешь, девочка? Мы, когда приехали с мамой в город, нам сказали, что люди тут странные и живут по запутанному календарю. Мы особо и не придавали этому значения, потому что дни недели совпадали. Стоп, я ничего не понял. Тогда какое сейчас число, как ты говоришь, во всей стране? 16 июля. 16 июля 2002 года. Это какой-то бред, я не верю вам! Это что, розыгрыш? Настя, почему ты его поддерживаешь? Я не поддерживаю, это чистая правда. Настя, слушай, ну нет, я не верю тебе! Ты врешь, ты изначально была на стороне этого убийцы, Настя! Ты, ты тоже наш враг! Алиса, пожалуйста, не смотри на меня так! Мне страшно, я... Я правда на вашей стороне. Я... Пожалуйста, не делай мне больно! Алиса, успокойся, может она запуталась или надышалась болотного газа? Меня простые слова не убеждают. Человек может как врать, так и просто запутаться. Где доказательства? У меня есть доказательства, Антон. Газетные вырезки. Их тоже можно подделать, чужак! Я понимаю, почему ты мне не доверяешь, Антон. Я изменился, стал взрослее. Хреново, война меня изменила! Ваша смерть меня изменила! Я... Я убивал. И я убил это... Существо, чье тело лежит в бочке. Когда я увидел его, живущего в моей комнате, слушающего мой магнитофон, я ужаснулся и понял, что я просто не могу жить в мире, где есть это существо. Эта мысль сводила меня с ума. И я сделал то, что должен был. И сейчас я даже не знаю, настоящие ли вы с Алисой, или вы просто какой-то морг на вождение. Или вы такие же существа. Но я устал воевать один. Я поверил в вас. Я хочу, чтобы те, кого я потерял, вернулись и поверили в меня. Антон, пожалуйста, Антон, поверь в меня. Так. Ха-ха-ха-ха-ха. Теперь получается, верить Антону или нет, да? Да получается, второй будет выбор, да? Ну, давайте попробуем поверить. Не знаю, какому выбору она приведет. Ладно. Я... Серегу убили на моих глазах. Потом он вернулся в школу, как ни в чем не бывало, разве что память потерял. Теперь я вижу его тело в бочке. Знаешь, твои слова уже не кажутся мне совсем невероятными. Что ты такое говоришь, Антон? Подожди! Что? Ты сомневаешься в том, что это взрослый Серега? Да, я тоже сомневаюсь. Но теперь я сомневаюсь и в том, насколько реальны мы. Может, я сошел с ума за две недели до лета? А ты вообще Алиса? Или кто? Что мы такое? Тихо, тихо, не кричи. Прости, Антон. Я не думала, что все так... Не орите, сторож же услышит. Дайте мне минуту, я успокоюсь. Хорошо. Алиса, ты мне не веришь? Не верю. Но я верю Антону. Если он тебе верит, тогда пофиг. Пусть ты будешь самделишным Сергеем. Но сперва докажи. Как? Как в любом кино. Расскажи ей то, что можете знать только вы с ней. То, что можем знать только мы? Все детство. Мы играли втроем в игры по мотивам фильма «Танкиста и собака». Антон был лейтенантом нашего танка. Ты, Алиса, была радистом. А я водителем. Мы частенько брали наводчика из других детей. Но он менялся раз за разом. Один раз мы стащили соседскую собаку, и нам за это сильно влетело. Да, это история правда. Но мне одной недостаточной. Еще! Я признался Антону, что влюблен в Дашу, и попросил помочь мне написать ей любовное письмо. К сожалению, я испугался, и так его и не отдал. А потом уже стало поздно. Это правда, Антон? Ну, он попросил помощи, но письмо мы написать не успели. Серега был убит. Ладно. Два ноль в твою пользу. Еще! Ну, если ты настаиваешь. Я поначалу терпеть тебя не мог, потому что ты девчонка. И лишь благодаря Антону мы стали друзьями. Ах вот как! Да я тебя тоже терпеть не могла. Ты был ужасным занудой. А еще постоянно смотрел Антохе в рот. А сколько раз ты лезла в неприятности, а нам потом попадала из-за тебя? И все эти разы ты прятался за моей юбкой, трусишка. Вечно боялся темноты, собак, взрослых. А в Дашу я влюбился, потому что она была совсем на тебя не похожа. Такая женственная. Что? По-твоему, я не женственная? Простите. Ты себя вообще видела? Помню я, как ты пыталась отрастить длинные волосы, чтобы хоть немного походить на девчонку. А потом полезла в кусты и все репетники своим хвостом собрала. А потом было, когда мама тебе власть не обрезала. Ух, ежики. Ты и вправду Сергей, да? Я в этом уверен. Антон, я ему верю. Я готов поверить в это, но я уверен, что те другие два, точнее тот другой Серега, тоже это помнит. Я схожу с ума, да? Антон, я уверен, что объяснение найдется. Я тоже думал, что сошел с ума, когда увидел, что город живет, как и раньше. Когда увидел, что он застрял в 97-м. Когда увидел... Молотого меня! В общем, причина происходящему точно есть. Может, военный, может, правительство, но точно есть. Хорошо. Давайте найдем это объяснение. Вот, держи. Газетные вырезки. Можешь почитать их дома, но там просто говорится, что химзавод взорвался и погибли все жители Кузнецка. Сейчас, ребятушки, посмотрю, кулеч. Мне очень много полезной информации. Но я уже несколько дней исследую город. Пытаюсь найти те вещи, которых не помню. Военная вокруг завода одна из таких вещей. В мое время он был полностью заброшен, охранялся раз уж что парочкой срочников. Сейчас же там около трех десятков вооруженных солдат. Причем у них современная форма, лычки и оружие. Значит, будем искать ответы там. Да. Завтра ночью я туда проникну и... Мы идем с тобой. Исключено! Я же сказал, там куча солдат. И что? Ты предлагаешь нам сидеть сложа руки? Да. У меня есть боевой опыт. У вас нет. Я смогу пройти под носом патрулей незамеченных. Вы нет. А мы не пойдем под носом у патрулей. Что? Да, не пойдем. Подожди, а как тогда? Через старую дренажную трубу у озера. Я потом вряд ли я не думал. Да ты там и не пролезешь. А мы да. Но если там решетка? Возьмем инструменты. Я даже знаю, где их достать. Погодите. Серега, ты нас знаешь. У тебя ни единого варианта нас остановить. Да, точно. Я понял. Сделаем. Еще возьмем с собой Дашу. Да, она тоже может пригодиться. Я не думаю, что это хорошая идея. Что? Ты все еще по ней сохнешь? А, ладно. Проехали. Все равно ведь возьмете. Я завтра поговорю с ней. Покажу ей эти вырезки. Должно хватить, чтобы она поверила. Алиса, поможешь? Эээ, мы что, пойдем в школу, несмотря на все это? Конечно. Иначе мы вызовем кучу подозрений. Нам будут мешать. И ладно бы мои родители, но вот если разозлится твой отец... Меня запру дома. Да, ты прав. А что мне делать? Ну тебя, Настя, я совсем не знаю. Я могу еще раз рассказать про себя? Я так понял, она одна из тех, кого переселили в город недавно. Вернее, год назад. Но мы тоже только пару дней знакомы. Блин, вообще какой-то бардак с датами происходит. Ничего не сходится. Потому мы думаем, что правительство химичит со временем. Алиса, давай не забегать вперед паровоза. Мы пока ничего не думаем. Настя говорит, что прожила с нами год. Училась с нами в выпускном классе. Но вот что интересно. До ее будущего еще три месяца. И в нем никакой аварии на химзаводе. По крайней мере, я о ней не знаю. Также она утверждает, что девятиэтажка была достроена. А ты начал встречаться с Дашей. Интересно. Какая-то хрень на самом деле. Мы хоть были хорошие пары. О, да. Я вам, если честно, даже завидовала. Серег, серьезно. Тебя интересует именно это? Простите. Я все еще не могу поверить, что разговариваю с вами. Раз уж тут какая-то хрень со временем. Может, Настя прибыла из нашего счастливого варианта будущего? Не знаю. Какая-то научная фантастика. Слишком сложно, Йоксель-Моксель. Ладно, чего гадать. Нам нужно проникнуть на завод и разобраться уже с этим бредом. Скрыть тайны военных, правительства. Да кого угодно. И понять, что они там творят. Да к черту думать, давайте действовать! В общем, план такой. Сейчас по домам, завтра мы с Алисой в школу, Серега занимается... Закончу карту и график патрули. Вот этим. Настя, ходишь по городу, ищешь подозрительное. Особенно высматривай неизвестно. После школы встречаемся около трубы. Все же знают, где она? Да! Славно. Надеюсь, сможем убедить Дашу. Конечно, убедим. Не забудь только вырезки взять. Можно вопрос? Да? А вот это тело в бочке, что с ним будем делать? Я его уберу. Нужно его похоронить. Хорошо. Но позже оно может нам еще пригодиться, как доказательство. Его нужно обязательно похоронить. Хорошо, я обещаю тебе, что похороню его. Спасибо. Ну все, время позднее, пора расходиться. А я... Идешь со мной. Я с отцом договорилась, все хорошо. Спасибо, Алиса. Должна мне будешь малявка. Конечно, но вообще-то я старше тебя. Да пофиг. Я-то выше. Это да. До завтра. Ага. Глава 6. Вот и утро. К сожалению, и оно не принесло ответ на вопрос, кто я и зачем я. Мир из понятного, пусть и скучного, всего за пару дней превратился в безумный водоворот. Безумный водоворот безумия. Бредоворот. Ай, да пофиг. Все сложнее день за днем сползать с кровати. Так хочется, чтобы все это оказалось просто дурным сном. Фух, ладно. Если уж что мне и остается в текущей ситуации, так только искать правду. А там будь что будет. Ну все, успокоился. Пора в школу. Привет, Антон. Но тебе совсем лица нет. Да уж, еле встал. Понимаю тебя, дружище. Держись, мы справимся. Я с тобой. Вдвоем не пропадем. Спасибо, Алис. Иногда мне кажется, что твоя улыбка единственное, что помогает мне прийти в себя. А, ну все. Я же смущаюсь. Прекрати. А где, кстати, Настя? Я ее уже отправила высматривать странности. Кстати, как думаешь, тут ведь по-любому есть шпионы. Кого мы можем в них записать? Ребята, а что вы тут делаете? О, Татьяна Михайловна. Я думал, вы уже в классе. Представляете, проспала сегодня. Только чш, это наш маленький секрет. И вы нас вовсе не подслушивали? Нет, конечно, вы о чем, ребят? Ладно, мне идти нужно. И вы с толпом не стойте, урок скоро начнется. Явно она с этим связана. Я уверена, она подслушивала. Надо за ней поглядывать. Появилась недавно, ведет себя подозрительно. Прохимзавод на днях расспрашивала. Да? Ну ничего себе. Может, залезем к ней домой и посмотрим, что там? А ты знаешь, где она живет? Не-а. Ух ты, я не знаю. Да даже если и залезем, я уверен, что самое важное точно не будет лежать у нее под матрасом. Но все же попробуем проследить за ней. Теперь она добыча. Ну, разошлась. Точно не сегодня. Сегодня пробираемся на химзавод. Каков план? Поговорим с Дашей на Большой перемене? Ты же не забыл газеты? Нет, конечно. Отличненько. Пойдем в класс. Ну что, детективы? Принесли свои улики? А то Сергей вон все так и сидит одинокий с обиженной моськой. Закончили бы уже издеваться над парнем. Мы вчера видели тело Сереги на свалке. А? Чего? Даш, не ори! А то сюда весь класс сбежится. Стоп, 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 стоп. Подожди, это правда? Вы видели его труп? Да. Он лежит в бочке недалеко от водокачки. Жуткое зрелище. Меня чуть не вырвал. Вы меня разыгрываете. Нет, не разыгрываем. И нам нужна твоя помощь, Даш. Мы готовы отвезти тебя на свалку после школы. Показать его тело, если не веришь. Меня как минимум смущают твои слова. А он прямо опознаваем? Лицо, волосы, одежда. Да, ты сразу поймешь, что это Серега. Никаких... Я... Что вы такое говорите? Мое тело... ...лежит на свалке? Сереж, подожди. Они просто пытаются меня разыграть. Не слушай этих придурков. Антон, а за чего-то на тебя обиделся и... Нет, не обиделся. Тебя убили, Серега. Я это видел. И тело твое видел. Если ты сомневаешься, то сходи и сам на него посмотри. Вот прямо сейчас. Антон, я думал, мы друзья. Так почему ты так со мной? Ты не мой друг. Мой друг мертв. А что ты такое, я не знаю. Но раз так, тогда я прямо сейчас схожу на свалку и принесу то, что лежит в бочке. Там не может быть моего тела. Вот и иди. И хватит притворяться моим другом. Он меня напугал. А вдруг он столкнется со взрослым Сергеем? Тогда в бочке будет два тела. Это слишком жестоко, Антон. Да что вы несете? Так, минутку. Алиса, ты куда? Нас никто не подслушивает. Татьяна Михайловна в учительской. Одноклассников нет. Можем говорить. Даша, нам нужна твоя помощь. В двух словах. В городе происходит какая-то чертовщина. Мы встретили нескольких людей, которые утверждают, что сейчас 2002 год, а наш город застрял в прошлом. И в этом точно замешаны военные. Вокруг города кордон. Причиной всему авария на химзаводе. Мы собираемся проникнуть туда сегодня ночью. Алис, что он такое говорит, а? Вы со своими розыгрышами зашли уже слишком далеко. Боюсь, это правда. Или часть правды, по крайней мере. Вот, смотри. Это газетные вырезки про катастрофу. Ой, да вы же вчера их заготовили. Написали фигни. Бумагу состарили. Нет, они настоящие. Мы не смогли бы провернуть такое за пару дней. Просто почитай их. Хорошо. Сейчас. Алиса, как думаешь, этот Серёга и вправду пойдёт на свалку? Если действительно похож на настоящего, то, скорее всего, испугается. Ты же знаешь, что он трусишка. Нет, нету, 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 боже, нет! Даша, что случилось? Это... Я не могу поверить. Мама, папа... Но... Как? Откуда? Какого? Я... Даша, успокойся, всё хорошо. Нет! Чёрт, всё разбросала. Надо собрать. Что она там прочитала-то? Она меня пугает. Я... Я не знаю. Какая-то статья про её родителей? Она утащила вырезку с собой. Побежали за ней? Наверное, стоит. Так? Вы куда это собрались? Алиса, ну-ка на место. Татьяна Михайловна, я вам что, собака какая-то? Будешь поясничать? Я твоему отцу пожалуюсь. А сейчас на место, у нас урок. Ой, хорошо. И ты, Антон, недвижимость на стул. Ишь, побежали. Даша с Сергеем где? Не знаю. Опаздывают опять. Ладно. Приступим к уроку. Я позвонила Даше домой. Её тётя сказала, что Даша плохо себя чувствует. Не может ответить. Да. Чёрт, а надо было хоть посмотреть, какие ещё статьи в этих вырезках. Ну откуда ж мы могли знать? А в чём дело-то? Позже расскажу. Сейчас будем придерживаться изначального плана. Так точно, товарищ командир. Идём осматривать трубу. Ага, берег озера. Вот и вы. Дашу убедить не смогли. Ну, как тебе сказать? Мы попытались. Но она прочитала какую-то заметку из газеты, расстроилась и убежала домой. В общем, пока не стоит её впутывать. Надеюсь, потом она присоединится, но пока только мы. Вы уверены, что хотите? Я успел повидать всякое. Вооружённые солдаты меня давно не пугают. А вот вы... Ну, началось. Во-первых, если ты и вправду Серёга, то прекрасно знаешь, что я уже не успокоюсь. Это да. Ты всегда был таким. Что про девушек? А ну не списывай меня! Забыл уже, как прятался за моей спиной, трусишка. Меня какие-то там военные с автоматиками не пугают. Да и что? Думаешь, они прям в нас стрелять будут? А если и будут, то фиг они в меня попадут. Алиса, ты дурёха. Ты сама не знаешь, о чём говоришь. Ты не была на войне. Ты не видела того, что видел я. Зато я видела тело в бочке. И вот знаешь, ты сам нам тут сказал, что мы тут все реликты прошлого, как динозавры. А потому наши жизни не так и важны. Правительство новых нас наделает. Вот как с твоим клоном. А раз так, то я лучше рискну помочь Антону найти правду, чем сгину навсегда безвестной рыжей дурёхой. Ну, а что ты? Я? Что я? Ты не боишься рисковать своей жизнью? Я дала обещание Антону. И хочу помочь ему докопаться до сути этого дела. В конце концов, они мои единственные друзья. Ну, тебе может быть больно и страшно, и... На моих глазах взорвался автомобиль с моим отцом. Ещё вопросы? Ага. И вот где моё красноречие? Я же хотел отговорить вас от этой затеи. Но ведь для меня словно нажившие воспоминания. Наверное, если бы не война, я бы просто растворился здесь, в потерянном городе моего детства. Но пережитое выбило из меня всю эту романтику. Вы ведь знаете... Ты хотел уехать из города и пойти в военное училище, чтобы быть с нами с Алисой наравне. Ты знал это. Случайно узнал от Динаиды. Ладно. Отговорить я вас не смог. Что ж, труба и вправду идёт на химзавод. Я через неё не пролезу. Мусковато. Но вы сможете попасть внутрь. Внутри она перекрыта насквозь проржавевшей решёткой. Так что её можно легко углубить. Тогда я за инструментом. Скорее всего, труба приведёт вас в производственный корпус. Это такой большой ангар с цистернами внутри. Я послушал переговоры военных. Охраняют они именно периметр. Так что внутри их много быть не должно. Как проникнете внутрь, ждёте минут 30. Если я не появлюсь, двигайте сами. Скорее всего, всё, что может пролить свет, находится в подвалах. Туда идут здоровенные силовые кабели. Возможно, конечно, я и ошибаюсь. Что, не уверен в своих разведывательных навыках? Нет, их-то я успел отточить. Вообще, блин, у меня столько историй, Антоха. И хороших, и плохих. Я уже совсем не тот Серёга, которого ты знал. Слышь, Рамбо, хвалиться потом будешь. Сейчас ближе к делу. Одно из зданий обустроено под казармой. Остальная территория заброшена. Не особо не шастает. По какой-то причине все они сильно на взводе. Только вот почему понять не удалось. Как будто внутри есть что-то, чего они боятся. Возможно, им тоже ничего не рассказывают. Или там находятся секретные лаборатории, с которой что-то может сбежать. Как в той видеигре. Словещая обитель. Или как-то... А, ну, можно посмотреть? Подожди-ка. Чего? В видеоигре? Это что это? А, где это? Как это посмотреть? Подожди-ка. Чего? Ладно, пофиг. А, у вас-то ее еще не выпустили. Вы ее не знаете. Я тебя сейчас ударю. Не бей меня, пожалуйста. Кажется, Алиса единственный человек, способный выжать из нее эмоции. Странная девушка. Странная. А вы чего, щеглы, уставились? Все? Закончили планировать? Да. Встретимся тут в одиннадцать вечера. Не забудьте фонари. Удачи, Серег. Я все еще не до конца верю в твою историю, но надеюсь, сегодня все прояснится. Да. Главное, не геройствуйте. Если что, вдруг лучше сдавайтесь. Солдаты в первую очередь люди. Тяжело убивать невооруженных подростков. Я сам. А? Все. Расходимся. Я не собираюсь бессмысленно рисковать. Наша задача найти информацию. Пусть нас поймают, но если мы хоть что-то сможем узнать, меня это устроит. Я рад, что ты так думаешь. Удачи. Берегите себя. Так, Белабрысая, за мной. Я хотела с Антоном. Ишь ты! Я вас наедине не оставлю. До вечера, Антон. Слышь. Ну вот, безумная ситуация ведет нас на безумные действия. Как-то одновременно и страшно, и такая легкость. Ну что, судьба, посмотрим, кто сильнее. Я режу руку раз за разом, но не могу очнуться. Но это же просто сон. Это просто кошмар. Этого не может быть. Так не бывает. Мама. Мама. Я должна вас спасти. Я знаю, что вы ждете меня в этой тюрьме. Вы обещали меня дождаться. Дождаться, что я вас спасу. Седьмое августа 1998 года, во время беспорядков в колонии строгого режима, были расстреляны семь человек. Иван Батуева, Маргарита, Батуева, не надо ложь, но заметка настоящая. Мам, папа, я же никому не говорила, как вас зовут. Кассета настоящая. Да и как бы они поделали 98-й год? Если сейчас 2002-й, то я даже не попаду на их похороны. Да я даже не знаю, где они похоронены. И похоронены ли вообще? Нет. Это просто дурацкий кошмар. Дурной сон. Но я не могу проснуться. И боли нет. Значит, это не мой сон. Это сон Алисы. Или Антона. Да, точно. Просто не мой сон. Как все просто. Хорошо. Надо разбудить их. Заставить проснуться. И все будет хорошо. Опечатка заставить проснуться. Забавно, забавно. Конечно. Мама, папа. Я вас спасу. Даша, что ты делаешь? Не переживай, тётя. Это просто сон. Сейчас я тебя разбужу. Алис, всё принесла? И даже эту мелюзгу не забыла. Эй, ну хватит. Я же старшая. Раньше ты так не издевалась. Мы были подругами. Да, да. Ладно, мы подруги. А это просто дружеские подколки. Правда? Правда. И ты полезешь первая внутрь. Хорошо. Блин, даже на это согласилась. Нет, я шучу. Я первая. Антон за мной. Ну, погнали. Ну, погнали. Так, решётка поддалась. Прекрасно. Мы сможем тут пролезть. Фу, ну и воняет тут. Ну, Антон. Что? Это не я. Что вообще за инсинуации? Химикатами же пахнет, алё. Хе-хе. Я знаю. Ай! Ты меня по задницу ударил. Придурок, я тебе сейчас... Ребята, ну не шумите. Это же скрытная миссия. Нас сейчас все военные услышат. Ой, и правда. Всё, давайте заткнёмся и просто тихо доползём уже до конца. Алиса, шевелись. Ползу я, ползу. Кажется, вижу выход. Так, по-моему, об этом помещении говорил Серёга. Всё, теперь он свой? Ну, не совсем. Вот есть в нём что-то очень знакомое. Да. Я когда с ним спорю, тоже чувствую, будто с Серёгой ругаюсь. Не самое безумное происшествие за последние дни, да? Не говори. Ладно, нам нужно в подвал. И искать лабораторию, верно? Тихо. Я кого-то слышу. Патрульный? Сюда, в укрытие. Не шумим. Ох, вся эта ситуация. Я прямо-таки киплю. Я просто... А то рот тебе заткну. Слышь ты, мелочь! Тихо, ты ж нас выдашь. Да заткнитесь, он почти ушёл. Слушай, мелкая, я тебе сейчас голову отвинчу. Не злись, Алиса. Я не хотела, чтобы патрульный нас заметил. Ещё раз попробуешь мне рот заткнуть, и я тебя... Да хватит вам, как дети малые. Это всё она, Антон. Ты же старше нас, вот и соберись. Простите. Алиса, хватит её цеплять. Нашла время, тут солдат куча, а ты... Извини. Ой, ладно, вон какой-то люк. А нам как раз вниз. Полезли. А что нам нужно? Не знаю. Лаборатория, документы, да хоть какая-нибудь информация. Хорошо, ищем бумажки. Фея ищет бумажку. Рассказать бы Серёге. Зараза! Да не слушай её, лезь. Подвал завода. Так, и где мы? Даже и не знаю. Смотрите. Тут проход за решёткой. И к решётке идут кабели от трансформатора. Похоже, оно... Под напряжением. Серёга? И откуда ты только взялся? Я вас тут жду уже минут пятнадцать. Ну и шумные вы, конечно. Благо солдаты тут зелень сплошная. Чуть старше вас. Обойти их. Расплюнуть. Хо-хо! Так ты у нас прям команда, значит. Ага. Вы и подумать не могли, что я стану таким крутым. Верно? Даже не знаю, радоваться за тебя или пора ожидать за хвастовство. А ты попробуй. Ой, петухи и гребни распустили. Скорее, быки. Ну, я бы поставила на Серёгу. Да и я тоже. Блин, ну вы совсем офигели обе. Мысль отрациональна. Ладно. Хорошо, что тебя не пристрелили. Что дальше? Не знаю даже. Похоже, они замуровали все входы под землю. И зачем-то перекрыли их заборами. Все силовые кабели идут к похожим решёткам. Я насчитал таких три штуки. Чтобы не было за ними, военные не хотят, чтобы оно выбралось. Хорошо. Но тогда как понять, что внизу? И где у них лаборатория? Её я не нашёл. Помимо корпуса казармы и трёх замурованных входов, тут ничего нет. Они больше ничего и не охраняют. Ерунда какая-то. А как же перемещение во времени? Секретные клоны? Не знаю. Ничего не сходится. Опять. Жизнь сложнее, выдумки. Было бы просто объяснить всё кознями правительства, секретными лабораториями. Ох, это же такой заезженный штамп. Блин. Ну хочется же какого-нибудь простого объяснения. Чтобы всё сразу встало на свои места. Да. И чё теперь делать? Кто здесь? Ой. Вы кто такие? Мы тут просто... Руки вверх, все трое! Блин! Трое, да! Вы сюда просто наспор залезли. Пожалуйста, не стреляйте! Так, невооружены. Чёрт, хреновы малолетки. Я уж думал, опять эта херня из подвала скучает. Стоп, а где? Алиса, заткнись и не провоцируй. Делай, что он говорит. И ты, Настя. Ты у них старший выход. Заводила? Вообще-то я старше его надо. Заткнитесь! Да. Вот вы идиоты вляпались. Теперь просто родительским ремнём не отделаетесь. Майор позаботится. Руки вверх и шируйте! И без фокусов мне! А куда мы идём? Пасть закрой! Ага. Привет, Настя. Помнишь меня? Я вас помню. Вы с мамой говорили о переезде сюда. Хорошо, что помнишь. Я твой друг, Настя. И я хочу тебе только добра. Вы... Я надеюсь... Расскажи, что вы тут делали. И как ты умудрилась опять подружиться с ребятами? Я... Не знаю, о чём вы. Ох, Настюша. Ну, ведь не умеешь ты врать. Она права. Я не умею врать. Совершенно. Что бы хотел Антон, чтобы я им сказала? Он ведь поверил мне, даже несмотря на то, что совсем не знал. И я не должна подвести его. Да! Я просто не буду отвечать на вопросы. Ну же. Почему ты молчишь? Вы сами сказали, что я не умею врать. Что мне ещё остаётся? Ну, Настенька. Мы ведь хотим как лучше. Слушай, пожалуйста, помоги нам разобраться в том, что тут происходит. Ох, ну что же это такое-то, а? Ты же помнишь, что я работаю в ФСБ, так? И ты помнишь так называемую перезагрузку. Она не коснулась тебя. Как и всех, кто был за пределами города, так? И ты знаешь, что твои друзья вернулись в 1997 год, так? Они ведь тебя вспомнили? Это ведь те же люди, с которыми ты дружила до перезагрузки. Или нет? Молчишь, значит, молчишь. Мама твоя, кстати, сейчас у нас. Да, она сильно нервничает. За пропажей города, дома, квартиры. Тебя, в конце концов. Ты хочешь встретиться с ней? Я... Мама. Если ты ответишь на мои вопросы, я отведу тебя к ней. Я рада, что мама с вами. Значит, ей не грозит опасность. Ты хочешь встретиться с ней? Я... Не буду отвечать на ваши вопросы. Ой, Настюша. Почему же ты так все усложняешь? Ладно, Настя, давай так. Я скоро вернусь сюда, приведу твою маму, и мы поговорим при ней. Хорошо? Действуйте, как считаете нужно. Угу. Вот чертовы дети, без вас будто проблем мало. Татьяна, это... Дела, видите ли, срочные. Появились. Путинь. К чертям. Так, эээ... Ты, стало быть, эээ... Алиса Ломова. Если и так, то что? Ишь, недовольная. Совсем ребенки еще. Куда ж тебя понесло-то, а? Зачем? А ваше какое дело, дядя? Я вас не знаю, вы не местный. Понаехали, понимаешь, и условия ставят. Куда мне можно, а куда нет. Ишь ты, чертовка. А странный язык, чтоб тебя... Прям как моя вторая жена. Говори, зачем полезла на завод? Не скажу. Кто вы такой вообще, чтоб рассказывать вам что-то? Вообще-то мой батя милиционер. И он вам голову открутит, если со мной что-то случится. Ты что же это, напугать меня думаешь, а? Хм, да. Ну не расскажешь же хрен бы с тобой. Дружки твои расскажут. Так, эээ... Это самое, что-то мне еще спросить надо... А, да. Эээ... Какой сейчас год? Эээ... Ну простой же вопрос, а? Год какой? Тысяча девятьсот девяносто седьмой. Вы что же, это башкой ударились? Да? Девяносто седьмой, по-твоему? Не две тысячи второй? Может, вам к доктору надо, дядь? У вас, однако, не все дома. Вы видели вообще, какая у нас разруха в городе? Я уверена, что в две тысячи втором Кузнецк восстановят и областным центром сделают. Ладно, ладно. Ладно. Так, что дальше там? Угу, так, а странности не замечала? Ну, вас заметила, а так все хорошо. Угу, так, и неделю назад все хорошо было, да? И месяц. И ты это вот все помнишь? Прекрасно помню. Живем-поживаем, добра наживаем. А прошлый месяц какой был? Апрель был. Вы что, с луны свалили? Угу. И ты весь апрель помнишь? Весь помню. А помнишь, что ты должна быть на год старше? О чем вы вообще, дядь? Мне шестнадцать. И месяц назад было шестнадцать. Вот в ноябре еще, да, было пятнадцать. Но я была на год младше, а не старше. Фух, ну да, тоже верно. Да, откуда же тебя знать-то? Правильно он сказал, что все ваши воспоминания до этой, да как ее, этой перезарядки, перезагрузки, вот, перезагрузки исчезли. Да, правильно. Так, а ты не пыталась уехать из города? Зачем? Рано еще. Да, да. Зачем он хотел, чтобы я это спросил? Ума не приложу. А кто он-то, дядь? Да, неважно. Ну и что, еще глупые вопросы? Ага. Так, сейчас... Вот бабка. Взгляни на фотографию. Так, сейчас я ребят подойду. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Сейчас из него, да? Понятно. На, гляди. Ну, если вдруг я их увижу, то отправлю к вам. Ну, неплохо было бы. Ну, так что, вы нас отпустите? Вот, как сверху прикажут, так и поступим. Вот, а пока тут посиди. Из Москвы, что ли? Да какая Москва? Да какая Москва? В соседнем кабинете вверх сидит. Так, все, ладно. Тебя допросил, задачу выполнил, теперь сиди и жди. Как полезно иногда дурочкой прикидываться. Повезло, что эта джирная внимательностью не блещет. Смогла стащить пару бумаг из папки. Получается, была некая перезагрузка. Что бы это ни значило. И получается, те ученые все-таки пропали. И даже военные их найти не могут. Ну, что ж, надеюсь, у ребят тоже получится узнать что-нибудь полезное. Так, следующий. Следующий, следующий. Ты у нас, значит, эээ... Товарищ майор, вы уже приступили к допросу? Никак нет. Ну и славно. Тогда вы свободны. Я сам тут совсем разберусь. А солдатика за дверью отправьте-ка в наряд. Чтобы подслушивать неповадно было. Так точно. Ну, здравствуй, Антон. Так и знал, что после убийства Толмачева произойдет что-то странное. Я подозревал, что ты какой-то мутный тип, Федор. Так вот. Даже на ты. Дерзкий, значит. А я тебя не боюсь, Федор. Зачем ты переодевался в милиционера, не понимаю. Ох, Антон, ты же умный парень. Мы следим за тобой уже приличное количество времени. И знаем все о тебе. Одного я не могу понять. Зачем ты убил Толмачева? Плохо следите, значит. Я не убивал Серегу. Да ну, а кто же? Я уже все рассказал раньше. Придерживаешься прошлой версии, значит. Да. Мне нечего добавить. Хорошо. Предположим, я тебе верю. Давай так. Я раскрою тебе карты. Мы здесь работаем уже несколько лет. Кузнецк был заброшен после аварии на химическом заводе. Все жители погибли. И ты, Антон, тоже. Вскоре неподалеку отсюда разместили группу ликвидаторов. Убрать последствия аварии. Зачем? Зачем ты мне это рассказываешь? Мне нет смысла что-то скрывать от тебя, Антон. Я тоже хочу понять, что происходит в этом городе. Так вот, к ликвидаторам была приставлена охрана. Военная. Из-за их халатности случился пожар. И взорвался склад с припасами. Через сутки после доклада о пожаре, обе группы, солдаты и ликвидаторы, перестали выходить на связь. Поисковые отряды нашли одежду, оружие. Но ни одного человека. Звучит как второсортная городская легенда. Не перебивай. Еще через сутки Кузнецк снова выжил. Как будто из ниоткуда вновь появились все жители. Вот только и сам город, и жители застряли в 1997 году. То есть ты хочешь сказать, что мы тут все ненастоящие? Ну и фантазия у тебя. Вот он, я, сижу тут на стуле, отвечаю на вопросы. Мы тоже не понимаем, что происходит. Назвали этот феномен перезагрузкой. И долгое время просто наблюдали, не вмешиваясь в вашу жизнь. Ну, как не вмешиваясь? Крутили вам фильмы, телепередачи, не пускали приезжих, контролировали ввоз товаров. Повезло, что никто из ваших не уехал из города. Ну и еще мы заселили пяток человек извне, чтобы понять, каково им жить в иллюзорном городе. И вот, наконец, Москва прислала к нам академиков, чтобы изучить феномен. Я не понимаю. Не понимаешь. И эти чертовы яйцеголовые тоже ни хрена не поняли. Но натворить умудрились. Мало того, что пропали сами, прихватив пять военных. Так еще и выяснилось, что утаили кучу информации. Уж не знаю, чем они занимались. Но случилась еще одна перезагрузка. То есть снова авария, исчезновение людей, а потом возвращение на круги своя. Снова с 1997 года. Вот примерно неделю назад это случилось. Причем эта перезагрузка была странной. Я про то, что было изменено на время между перезагрузками. Например, девятиэтажный дом, где жила твоя подруга, снова стал недостроен. А вот с корпусами химзавода, где сейчас базируются военные, ничего не произошло. Те люди, которых мы к вам подселили, остались на своих местах, но пропали их вещи. Какая-то логика во всем этом прослеживается. Но до конца она еще непонятна. А что тебе нужно от меня-то? Все просто. Я рассказал тебе информацию, которую мы обладаем, чтобы тебе было легче правильно ответить на вопрос о сотрудничестве. Так вот, будешь ли ты сотрудничать? Нет, я не прошу тебя за кем-то следить или что-то в таком духе. Просто расскажи мне все, с начала до конца. Все, что тебе известно о происходящем. Он действительно рассказал мне куда больше, чем я мог рассчитывать. Но как-то уж слишком неожиданно. У него есть какие-то скрытые мотивы. Но зато теперь я точно знаю, что ни правительство, ни ФСБ, ни военные не понимают, что тут происходит. И уж тем более ничего не контролирует. Ага. Так, следующий выбор. Угу. Ну давайте не верить, а там, в принципе, посмотрим, что еще будет. Знаешь, Федор, ты, конечно, интересно рассказываешь. Тебе бы книги писать. Но вот кто поверит в такое в здравом уме? Антон, прекрати ломать комедию. Мы же оба знаем, что ты раскопал достаточно. Я тебе археолог. Ничего я не копал. Мы с Алисой решили показать химзавод нашей новой подруге, чтобы впечатлить ее. Она мне вообще-то нравится, знаешь. Но не повезло, нас поймала охрана. Что ж бывает, ничего необычного не произошло. Ты думаешь, я тебя померю? Мне казалось ты умнее, Антон. Когда кажется, креститься надо. Ну конечно. Прекрати лешать мне лапшу. Ты же понимаешь, что вы все в моих руках. И что теперь? По твоим словам, мы уже несколько лет как мертвы. Так с чего бы мне бояться твоих угроз? Нет, видишь? Ты прекрасно знаешь, что я рассказал тебе правду. Так ответь мне взаимностью. Да идите домой. А то ваши родители заждались не поздно. Вик, ты нас отпустишь. Вот тебе взаимность. Чего? Ничего. Я просто школьник. Ничего не знаю, дяденька военный. Отпустите меня, я хочу домой. Боясничаем, значит? Вы это мне, что ли? Ладно, хрен с тобой. Ломай комедию дальше. Солдат! Ты знаешь, что с ним делать. Выводи его и наручники не забудь. Пойду покурю, что ли. С этим сбродом возиться. Так точно. Ну что, малой? Готов к расстрелу? А, в смысле? Неужели ты рассчитывал, что вас просто отпустят? Ну, какого... Эй, кто-нибудь! Ой, да не ори ты, дурень. Вообще шуток, блин, не понимаешь. А? Я это, я. Серега, ну ты дебил, придуриваться в такой ситуации. Ну надо же и мне тебя подкалывать хоть иногда. Вот вроде взрослая уже, а мозгов не прибавилось. Да иди ты! Спасаю тебя от их. Ладно, дуралей, за мной! А Алиса? Ее я уже вытащу. И где Настя сидит с нами? Выведу всех, не боись. Теперь вперёд! Живо! Иду, иду. Мы выбрались как-то слишком легко. Может, нас специально отпустили? Не знаю даже. Может, и специально. Хитрый он Фёдор этот. Кто знает, что у него в голове. По крайней мере, все живы и здоровы. Узнали что-нибудь? Они тоже ничего не понимают. Кто? Не правительство наше, не солдаты, не спецслужбы. Просто окружили город и следят. Да, на базе сидят трясутся, как дураки. Страшно им чего-то. Я пока за вами смотрел, слышал, о чём часовые говорили. Мол, звуки странные из подвала слышны, электроника сбоит. А местных фантомами называют. Я слышала, как Татьяна Михайловна по рации с кем-то говорила. Сейчас, ребятки, секунду. Сейчас, ребятки, секунду. Сейчас, ребятки, секунду. Так. Подожди, училка наша? Что, блин? Ну да, она меня допрашивала. Она старший лейтенант ФСБ, если я знаки отличия не перепутала. Ну охренеть теперь. Вот же зараза. А меня бегать, значит, заставляла. Как я сейчас зла. Я как сейчас пойду назад на эту их... Алиса, остынь, ты чего взбеленилась? Мы только оттуда выбрались, слышь? Да ладно тебе. Я просто хочу пойти расквасить ей лицо. Я снова вытаскивать тебя не полезу. И больно надо, блин. Тоже мне герой хренов. И тебе треснуть? Эй, ну хватит. Чё ты такая агрессивная, успокойся уже. Ладно, ладно. Но если будет случай, я ей тресну. Да-да, треснешь, закопаешь, плюнешь на могилу. Не, ну убивать-то я её не буду. Что, страшно? Нафиг, иди. Вы закончили? Сейчас я тебе влеплю. Я хочу сказать, что я Татьяну Михайловну давно знаю. Она со мной и моей мамой говорила, когда мы только приехали в город. Но у нас она не преподавала. Видимо, отправили после всей этой истории, чтобы изнутри следить. Эта перезагрузка была неделю назад. Солдаты напуганы, как и командование. А вот ФСБ сработало прям чётко. Быстро сориентировались, перевели двух сотрудников в город. Фёдору в милицию, Татьяну в школу. И начали забирать информацию. Обычно, в критической ситуации, у наших спецслужб большой бардак. Но вот Фёдор, кажется, хоть как-то контролирует ситуацию в городе. Но академиков из Москвы он всё же упустил. Они пропали. Я один раз охранял группу геологов. Довольствие, я скажу вам, то ещё. Их всё время когда-то несёт киркой постучать, землю поколупать. То тут, то там. А то, что рядом мины, а в соседних кустах вооружённые маджахеды, то фигня же. Ты к тому, что уследить за ними сложно? Конечно. Они ведь куда умнее тебя? Бедлана с автоматом. Тогда странно, что Фёдор их выпустил из поля зрения. Если их отправили от МГУ, то у них точно есть какие-то покровители в Москве. И у этих покровителей звёздочек на погонах явно побольше. А ты откуда это знаешь, мелюзга? Алиса, а ты умеешь ходить на каблуках? Что, блин? Я вот умею. И умею на высоченной шпильке тоже. Или платформе. И на них я буду ростом с тебя. А то и выше. Так что прекрати. И что, они у тебя есть с собой, шпильки эти? А, нет. Ну вот и не выпендривайся. Когда станешь их, так и поговорим. Хм. Это, конечно, не по теме, но... Настя, откуда ты это всё умеешь? У меня отец был губернатором. И мне нужно было присутствовать на всяких приёмах. Отец нанимал нам модельеров, хореографов и преподавателей по этикету. По этикету? Вы что там, не знали, как вилку держать? Алиса, знаешь, чем вилка для рыбы отличается от вилки для фондю? А, ну... Рыбная пахнет рыбой. А фондювая похожа на вилку? Вот тебя бы мой отец и выбрал после встречи, на которой ты бы их перепутала. Ну, у вас там и заморочки были. Шесть. Ты же даже не знаешь, что такое фондю, да? А ты как будто знаешь анпунов. Один-один тоже не знаю. Серёга? Не пробовал. Вроде десерт такой, там шоколад плавит на огне или что-то такое. Фондюв это сырное блюдо. В большой чаше плавят сыр. Оставляют чашу на огне, чтобы сыр не застывал. И макают тогда небольшие картофельные мундиры. Кусочки хлеба или мяса. Традиционное швейцарское блюдо, между прочим. Ну вот, жрать захотелось. У меня есть немного душонки. Хотите, подогрей моё на костре. Сухих дров я мигом притащу. С удовольствием. И я бы не отказалась. Так. Я тоже хочу. Можно ещё вскипятить воды и заварить чай со слоном. Ты домой за ним побежишь? Не, я видел его в одном из рюкзаков. Чёрт, я его терпеть не могу. Он как песок. Ну и пей вон воду из пруда, привередина. Ладно, ладно. Если заваришь, то буду. И мне можно тоже. Нельзя. Вредина. Готово. Тушёнка по-армейски. И чай со слоном. Так. На этом, наверное, сохранимся. Наверное, на этом моменте. Так. Кстати, классный скрин получается. Так. Ну что, дорогие друзья. Мы, наверное, на этом ближе к финалу уже закончим. Это уже, наверное... Так, стоп. Почему у меня... Ну да. 80 минут. Так что, в принципе, всем спасибо за внимание. Финал уже близок. То есть, мы уже почти к финалу. Но это мы уже поиграем в следующий раз. Ну а всем спасибо за внимание, ребятки. С вами был Казыку Фэмили. Это был довольно-таки интересный момент. С Кузнецком. С перезагрузкой. С Тайнами. Прохим. Завод. В принципе, интересно. Игра коротенькая. Но, в принципе, атмосфера есть. Вот. Атмосфера игры действительно есть. Ну а всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки. Про репосты, про колокольчик. Приглашать друзей. Советовать друзьям. А всем... Господи. Всем спасибо за внимание. Я уже запнулся. С вами был... Казоку Фэмили. Всем добра. Тепла. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.